Ребят, всем большой привет! Я рада снова вас видеть на своем канале. Я заранее прошу прощения за свое такое долгое отсутствие. Сначала у меня были какие-то неурядицы касательно дома, потом я уехала учиться в Беларуси, пробыла там практически неделю, приехала, и вообще-то так сложно опять все заново начинать. Вот каждый раз, когда ты выходишь из своего рабочего потока, и потом на какой-то период времени у тебя идет этот процесс задержки, и все. Я отсутствовала 3 месяца, за что мне очень стыдно. Я очень рада, что вы в комментариях меня поддерживали и писали, Адалина, где видео? Если бы не вы, я не знаю еще, сколько бы я оттягивала этот процесс новой съемки видео, но я очень рада, что я вернулась, и видео теперь будут выходить регулярно и часто. Ну а сегодня мы с вами будем тестировать две вот такие тональные основы. Это тональные основы от известного бренда Enough. Очень многие его знают по первой версии тональной основы, которая называется коллаген, и многие путают название этого бренда. То есть вместо Enough говорят коллаген. Так вот, мы тестируем с вами два тональных крема от Enough. Я очень сильно полюбила первую версию тональной основы, которая классическая в синей баночке. Я до сих пор считаю, что из всех бюджетных тональных основ она самая лучшая. Мне не понравилась вторая тональная основа, которая 3 в 1. Может быть мне так не повезло, но в моей баночке он как-то расслаивается, он не так хорошо наносится. В общем, от 3 в 1 я не была в восторге. И насчет третьей версии, которая была с муцином улитки, здесь вообще все сложно. Я сразу же не стала его покупать. Почему? Потому что у меня кожа проблемная, и я знаю, что с муцином улитки очень часто возникают проблемы. Какие-то подкожные воспаления, аллергические реакции. И я знаю, что некоторые мои подписчики тоже жаловались. Вот, поэтому я рисковать не стала, и даже не стала пробовать, и, соответственно, вам не могу рекомендовать. А теперь у нас здесь с вами две версии. Вот такая вот синенькая Ultra X10, и в розовенькой версии 8 пептидов. Все они заявляют о том, что это будет полное покрытие. И что мне очень нравится, здесь есть SPF 50. Так что для тех, кому очень важен SPF-фактор, защита от солнца, мне кажется, это очень хороший вариант будет. В общем, давайте не будем с вами откладывать в долгий ящик. И для того, чтобы это видео долго не затягивать, я не буду тестировать эти тональные основы по отдельности. Я нанесу один тональный крем на одну часть лица, и второй тональный крем на другую. Они оба в 13 оттенке, поэтому я думаю, что сильной разницы я не замечу. И, в общем, мы с вами сравним по эффекту, есть ли в чем-то разница. Потому что я вам скажу сразу, я не первый раз пробую эти тональные основы. Точнее, один раз я пробовала ее на себе. Вторую тональную основу я пробовала на маме. И по эффекту я не заметила сильной разницы, поэтому я хочу сейчас их сравнить на двух половинках лица. На эту часть лица у нас будет голубая тональная основа. Ну и хочу сказать, что упаковка уже модернизированная. Она более красивая, чем его предыдущие версии. Здесь есть такие голограммы интересные. В целом она вот с крышечкой уже голубой. То есть выглядит более презентабельно. Что обещает нам эта тональная основа? Очень высокое увлажнение сухой кожи и уставшей кожи. То есть, по сути, тональная основа подходит для более возвратной. Давайте с вами пробовать. Я тестировала этот тональный крем на своей маме, но должна сказать, что у нее достаточно ровная, гладкая кожа. И я не могу сказать, что эта тональная основа вот прям идеально мне понравилась, как на ней лежит. Ну и давайте с вами будем наносить. Я возьму такую плотную кисть со срезом. И буду одинаковой кисточкой наносить и там, и там. Я уже пробовала эту тональную основу наносить спонжем. В принципе, покрытие также плотное. Я думаю, что сильной различий не будет. Ну, может быть, чуть-чуть спонжем он полегче наносится. Тональная основа приятно пахнет. Кстати, первая версия не всем нравилась. Но я думаю, что вторая версия тоже не всем понравится. Но здесь уже не такой выраженный эффект. Он такой более легкий. Напоминает какой-то крем для рук, что ли, увлажняющий более. Ну, в общем, мне нравятся запахи. Я вообще ничего не имею против касательно тональных основ, да и вообще косметики, которая имеет какой-то аромат. Я вот, например, пудру Geofree Star очень сильно люблю. Она пахнет сладкой ватой. Мои клиенты, кстати, очень любят и всегда спрашивают. А, Длина, что это за пудра? Почему так приятно пахнет? Ну, по первому ощущению, тональная основа, ну, очень светлая. И, конечно, какие-то глобальные проблемы. Вот здесь вот у меня скопившийся он не перекрыл. Здесь еще дополнительно потребуется консилер для того, чтобы сделать в этой зоне перекрытие чуть-чуть плотнее. Ну, конечно, он с активным серым подтоном, но для корейских тональных основ это нормальная история. Они все привыкли выбеливать себя. Вот. Ну, у меня сейчас, конечно, есть разница шеи. Достаточно сильно ощутимо. То есть здесь у меня такой серый активный подтон, а тут вообще у меня подтон нейтральный, но сейчас кажется, что и здесь вот я прям желтая. Поэтому, конечно, придется немножко на шею переносить этот тональный крем, чтобы не делать такой сильный переход. Я иногда, когда тестирую тональные основы, всегда думаю, вот люди, которые знают, что я визажист, встречают меня на улице и думаю, «Господи, как она людей красит, ходит с тональным кремом, которые отличаются по шее и вообще как-то странно на ней выглядят». Но на самом деле не пугайтесь. Я просто, скорее всего, тестирую какой-то очередной тональный крем или что-то вроде. Ну, думаю, здесь я еще чуть-чуть наслою, попробую наслоить в проблемных зонах. Наслаивается хорошо. Я буду больше притаптывать, потому что здесь начну растирать, собственно, эффект тот же ибут, который был в начале. Так, давайте с вами определимся по времени. Я наношу тональную основу. И сейчас у нас с вами 11.18. И давайте теперь приступим с вами ко второй тональной основе. Это будет в розовой упаковке с пептидами. Что же она здесь нам обещает? Фокусируется на коже чувствительной и коже, которая требует заботы и увлажнения. Ну, в принципе, мне кажется, все то же самое сказали, только другими словами. Что и в предыдущей тональной основе. По цвету никак они не различаются. Вот я сейчас смотрю на руке, посвочим. Все одно и то же. И давайте наносить теперь по этой части лица. Здесь, кстати, чуть-чуть более выраженный запах. Но мне, по крайней мере, так кажется. У голубой версии он был не такой, человек, и пахнет. Кремом не веет. Вот этот вот в голубой баночке, который, наверное, все знают, как он выглядит. Здесь у меня уже меньше проблем, которые мне необходимо перекрывать. Я думаю, что наслаивать я не буду. Я сейчас доработаю лицо, проработаю полностью консилером. Сделаю скульптурирование. И мы с вами пронесем этот тональный крем через весь день, чтобы понять, как он вообще держится, как все обстоят дела с ним. И уже потом сделаем выводы. Ну что, я закончила свой макияж. Я сейчас вкратце расскажу о тех продуктах, которые я использовала. Я добавила бронзера. Это мой любимый бронзер от Physician Formula. Он у меня уже такой вот пострадавший. Несколько раз падал. Здесь уже есть огромная выемка. Но я, безусловно, до сих пор его люблю. У него очень экономичный расход. Я постоянно им пользуюсь, как для себя, так и для своих клиентов. Я все-таки считаю, что это самый красивый бронзер для светлой кожи. Я еще не видела чего-то более подходящего. И вообще сейчас такая идет тенденция от того, что мы постепенно уходим от скульптурирования. И все больше используем продукты, которые сделают нам какое-то скульптурирование и коррекцию за счет теплых продуктов, типа бронзера. Хайлайтеры использовать, там, за счет румян. Но вот скульптурирование как таковое, ну, чуть-чуть отходит. Если вам нечего корректировать, у меня достаточно активные скулы, которые я подчеркнула просто хайлайтером, поэтому мне этого достаточно. Я вот скульптурирование небольшой фанат. В качестве румян я использовала свою новую палеточку от Наташи Денона. Она скоро будет в моем новом видео, где я рассказываю о своих покупках. Ну, здесь у меня такие немножко противоречивые ощущения насчет нее. Она мне вроде как и нравится, но она достаточно сложна в использовании. Ну, упаковка еще очень красивая. Так, пудру я взяла, мою любимую тоже, от Pro Makeup Laboratory. Я не раз вам вообще поговорила про этот бренд, я его обожаю. Я взяла даже на оттеночек потемнее, ну, более теплее он, даже не то, чтобы сильно темный. Опять же, того, чтобы скорректировать вот этот вот контраст между шеей и лицом. Ну, и в качестве теней для бровей я использовала также продукты от Pro Makeup Laboratory. Новые, ну, новые они для меня. В бренде они появились давно. У меня были сложности с заказом, они долго не было в наличии. И, в общем-то, наконец-таки мне пришли, я заказала все четыре. Здесь прям темный шоколад, светло-коричневый. И очень есть красивый оттенок оливковый, как раз для тех девчонок, которые блондинки, да, там, натуральные или окрашенные всегда у блондинок. Есть немножко зеленоватый оливковый потон. Поэтому это очень красивый оттенок для бровей. Я обязательно буду дальше тестировать. Но пока, на первый взгляд, мне нравится. Их особенность в том, что их можно смачивать водой, и они превращаются в помадку. Можно как волоски дорисовать, так и прям графичные брови. Я вот еще влажным способом не пробовала, но обязательно попробую. Что еще? Ну, и в качестве консилера я использовала вот этот вот консилер от Shiseido. Я скорректировала какие-то еще нюансы. Он очень с плотным покрытием. То есть он перекрывает там даже какие-то сильные покраснения и нюансы. Я искрыла синячки под глазками. У меня в оттенке 202 Light. На него сейчас в золотом яблоке скидка минус 50%. Я очень рекомендую вам обратить на него внимание. Но более подробно расскажу вам о своих покупках. Хотела сказать месяца, но за те 3 месяца, которые я отсутствовала, вот расскажу вам все, что я приобрела. А вот еще чуть не забыла. Я сейчас тестирую много белорусской косметики, так как я вернулась из Минска. Я приобрела там много их топовых продуктов. У меня сейчас белорусская помада на губах. И еще у меня вот такой вот жидкий хайлайтер сейчас на скулах. Только он есть больше ничего от Luxe Visage. Тоже расскажу вам в отдельном видео про белорусскую косметику. Там, кстати, будет очень много всего интересного. Ну что ж, сейчас у нас время 11.49. Я пошла работать, решать какие-то свои проблемы. Может быть, даже сниму еще одно видео. И все, вернусь с вами, и мы посмотрим, как это все продержалось. Ребят, ну что, прошло 12 часов. Я уже, если честно, сама никакая. Вот, чего только сегодня не было. Я и поработала, и поспала, и сняла еще одно видео, и была на день рождения у свекры. Вот мы только домой вернулись. Тональный крем я ни разу не поправляла. Я только для видео один раз припудрилась, потому что почему-то на камере я очень сильно блестела. Я и сейчас вижу, что я достаточно сильно блещу. Давайте я капельку буквально припудрю центральную часть лица. Я сейчас себя рассматриваю близко в зеркало и рассматриваю в большое. И знаете, мне кажется, что очень неплохо. У меня немножко подсошел тон вот здесь. Но это потому, что у меня воспаленные слизистые. Я приболела немного, и у меня насморк. Я вот так вот постоянно трунусь. То есть, ну, это нормально. Я здесь несколько раз уже руками прошла. Несколько сотен раз, я бы даже сказала. Капельку совсем у меня вот здесь вот подсобрался тон. Совсем чуть-чуть. В целом, по лицу все хорошо. Все на месте, все перекрытие держится. Я чуть-чуть заблестела, но напомню, что у меня кожа комбинированная, склонная к жирности. Это абсолютно нормально. Тем более, что я с этим тоном целый день уже хожу. Под глазками нигде не собрался. Вот я сегодня даже, видите, макияж уже поменяла. Чуток у меня сегодня не было. Что касается тонального крема, мне кажется, что все очень хорошо. И хорошо протяжалась, и выглядит классно. И также сегодня ко мне подошла моя коллега и спросила Адрина, что у тебя за тональный крем на лице. Потому что выглядишь-то супер. И я сама сегодня понимаю, я смотрю на себя в зеркало, мне очень нравится. Я еще сегодня припудрилась пудрой Джеффри Стар. Она рассыпчатая, она немножко блюрит кожу. Это все вместе, да, вот такой красивый эффект красивой кожи. Несмотря на то, что у меня кожа проблемная, выглядело это все неплохо. У этого тонального крема есть один большой жирнющий минус. Это его оттенок. Он с явным серым подтоном. Поэтому, если вы хотите нанести тональный крем и не использовать никаких продуктов, вроде пронзера, пудры более затемняющие и так далее, то вам вряд ли это подойдет. Возможно, это вам подойдет, только если у вас безумно светлая кожа. Даже вот сейчас, мне кажется, что я вижу на камере, что все-таки лицо чуть-чуть светлее, чем шея. Но в жизни, кстати, это не так сильно заметно. Я с собой еще принесла бутылочку тонального крема из предыдущей версии. Я хочу сравнить по оттенку. Мне кажется, что предыдущая версия была гораздо более бежевая, чем эта. Но даже я сейчас вижу, что, да, так и есть. Да, гораздо, гораздо светлее. Я вам сейчас просто покажу на своче, как это выглядит. По сравнению с новой версией, вот этот вот тональный крем, просто для смуглянок, для каких-то. Кстати, вот этот вот цвет и тон мне идеально подходил. И, кстати, должна сказать, что по формуле вот этот вот тональный крем с этим очень сильно похожи. Не только запахом немного различаются. Ну и так вот эти два тональных крема выглядят. Оба в 13-м оттенке. Вот в сравнении старая версия и новая. Вот этот, к слову, подходил мне идеально. Что касается сравнения этих двух тональных основ, я очень сильно убеждена в том, что это одно и то же в двух разных баночках для того, чтобы продать побольше и так далее. Я не верю в то, что какой-то из них будет сильнее увлажнять, не верю в то, что какой-то будет лучше увлажнять. Безусловно, очень круто, что здесь есть SPF-фактор. Я думаю, что именно поэтому он гораздо светлее, чем его предшественники. Я думаю, что нужно у этого тонального крема обязательно попробовать 23-й оттенок. Мне кажется, что он будет что-то вроде как вот этот вот, только 13-й. Я обязательно попробую. Кстати, цена у него будет чуть-чуть дороже. Он сейчас не в широком доступе. Мне он достался практически эксклюзивчиком. Я одна из первых, которая его попробовала. Мне нравится здесь упаковка. Мне очень нравится, что здесь есть SPF-фактор. Но и на мой взгляд, он больше ничем не отличается от своих предыдущих версий. И я совершенно не увидела никаких различий на этом лице. И на этом я даже уже не помню, как у меня вот так, по-моему, был. Да, здесь голубой, а здесь розовый. Вот я бы в жизни посмотрела и никогда бы не сказала, что по сути это два разных тональных крема. По идее, они все-таки должны чем-то отличаться. Если один более увлажняющий, а другой... А другой что? Тут cover up, а тут full cover. Вот в чем отличие? Мне кажется, просто здесь разными словами описали одни и те же действия. В целом, тональный крем мне понравился, не считая того нюанса с оттенком. Мне нравится, как он смотрится в течение дня, как он держится, как он выглядит. И вообще, мне кажется, очень достойный тональный крем. Опять же, за очень бюджетную цену. И здесь все так же 100 мл, что невероятно много. Я нигде не видела тональные основы, которые были бы в таком же объеме, как эти. Максимальный объем, который я встречала и в масс-маркете, и в люксовом сегменте, это было 50 мл. И то, это редкость. 50 мл был тональный крем Backstage Dior. Это вообще была целая сенсация. А здесь в два раза больше. Тональные основы Collagen все еще мне нравятся. Я все еще считаю, что они лучшие в бюджетном ценовом сегменте. Вот, а на этом все. Надеюсь, вам этот обзор понравился. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok